Давайте мы возьмем Божье Слово, откроем второе послание Коринфянам и прочитаем один стих, третий стих, на который мы смотрели в прошлое воскресенье, но сегодня мы оттолкнемся от него, чтобы посмотреть на ту тему, о которой мы будем сегодня говорить. Итак, второе послание Коринфянам, первая глава, третий стих, третий и часть четвертого. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей. Господь, мы пришли ко времени, когда мы будем смотреть на Твое Слово сейчас. Это главный инструмент Твоего действия на этой земле. Ты избрал этот инструмент, чтобы говорить с нами через Духа Твоего Святого, Господи. И мы нуждаемся в том, чтобы Ты сейчас просветил наш разум. Мы можем понимать буквы, слова, но очень часто мы не понимаем, как это относится к нашей конкретной жизни, к нашим конкретным обстоятельствам, Господи. Мы нуждаемся в Твоей помощи, чтобы Ты помог нам применить сегодня, чтобы Ты каждому сегодня отдельно сказал о смысле тех скорбей, трудностей, переживаний, через которые Ты нас проводил или проводишь сейчас. Нуждаемся в Тебе, Господь. Благослови это время. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, дорогие друзья. Мы сейчас в нашей Церкови изучаем Второе Послание Коринфянам. Если вы здесь первый раз, вы не были раньше. Мы стих за стихом взяли это послание. Очень необычное послание. Необычное, потому что оно касается по-особому очень важной части каждого человека на этой земле. Не только христиан. Вопрос скорбей, вопрос трудностей, это не только уникален он христианам, он сталкивается с трудностями все люди. Разница, наверное, только в том, что христиане, во-первых, они сталкиваются с дополнительными скорбями. И мы сегодня поговорим, почему. И второе, они проходят через скорби вместе со Христом. Вот смотрите, если вы человек, вы обязательно будете сталкиваться со скорбями. Обязательно. Но если вы христианин, у вас есть возможность проходить их вместе со Христом, видеть в них смысл, видеть в них какую-то пользу. Писание нам говорит очень ясно, что мир, в котором мы живем, друзья, он поломанный мир. Поломанный в каком смысле? Что Бог не создал его таким. Бог создал мир очень хорошим, добрым. Когда Бог посмотрел, Он сказал весьма хорошо. Мир стал таким, каким мы видим его только после грехопадения Адама и Евы. Как следствие греха, теперь в жизни мы можем встретить разные скорби. И в прошлый раз я подчеркивал, что есть разные виды скорбей, есть материальные скорби, материальные переживания, трудности, тогда, когда вам нужно жить, и, возможно, вы потеряли работу, возможно, у вас, вы заболели, и вы теперь не можете работать, вы не знаете, что будет завтра, у вас есть переживания о своей семье, как вы будете заботиться о своих детях. Это один вид скорбей. Второй вид, если вы помните, мы говорили, есть физические скорби. Это тогда, когда ваше тело болит, тогда, когда вы, возможно, сильно заболели, и вы переживаете реальную боль, физическую боль. Апостол Павел переживал очень много в физической боли, которая была связана с его верностью Евангелию. Он был побиваем камнями, его палками били, он был в темнице, где он страдал физически. Но мы говорили, что самые большие боли, которые мы переживаем, они даже не материальные, не физические, это эмоциональные боли. Люди могут нам сделать больнее, чем камни. Люди порой нас бьют своими поступками, словами, особенно люди, которых мы очень сильно любим или любили, которым мы сердце свое верили, в браке, в родители, дети. Обычно в взаимоотношениях, в таких происходит больше всего эмоциональной боли. Это вызвано разными людьми, нашими, как я уже говорил, детьми, возможно, людьми, близкими нам. Так вот, дорогие друзья, когда мы смотрим на жизнь христиан, очень часто мы видим, что в их жизни происходит что-то удивительное. Удивительное не то, что мы бы ожидали. Что я имею в виду? В основном люди думают вот следующим образом. Они думают, что если я стал христианином, если Бог на моей стороне, а смотрите, мы же верим в Бога Всемогущего, мы же верим в Бога, который любит. И часто люди говорят, почему Бог допускает скорби в жизнь своих детей, и почему в этом мире так много зла, и особенно в жизни его детей. Вполне логично, казалось бы, если Бог Всемогущий, тогда Он может остановить любое зло, которое приходит в нашу жизнь. И если Он любящий, Он не должен желать этого зла. И вот совместите две эти идеи вместе, и логично сказать, что любящий Бог должен не желать скорбей, своих детей, и этот Бог может от всего нас избавить. Почему же тогда Бог допускает скорби в нашу жизнь? Так и называется сегодня моя проповедь. Вспоминается, знаете, известный 172-й псалом, в котором Асаф, помните, он смотрит на этих людей этого мира, и он говорит, Господи, что происходит? Неверующие живут лучше меня. Вопрос Аввакума. Вы помните, в чем была проблема в сердце Аввакума? Аввакум смотрит на то, как Бог посылает или Бог допускает халдеев, вавилонян, чтобы они, через них совершался суд над израильским народом. И Аввакум говорит, как ты можешь использовать более нечестивых людей для того, чтобы производить суд твой над более праведным народом? У Аввакума все это не могло вместиться в его голову. Так вот, Асаф однажды говорит, не напрасно ли я здесь сердце свое очищаю? Не напрасно ли я здесь Богу жертву приношу? Не напрасно ли я здесь вообще стараюсь Богу служить, раз Он не благословляет мою жизнь, и Его враги живут лучше, чем я живу? Друзья, это очень сложный вопрос, с которым рано или поздно, если вы не сталкивались с ним, вы обязательно с ним столкнетесь. Это очень практичный вопрос и очень человеческий. Даже неверующие. Знаете, что больнее всего очень часто слышать, когда неверующие смотрят на твои скорби и говорят, где Бог твой? Вот ты ходишь в церковь, ты здесь что-то стараешься делать, посмотри, как Бог с тобой поступает. Вы помните, Давид об этом пишет в 41-м своем псалме, и он говорит, слезы мои были для меня хлебом и ночь, день и ночь, когда мне говорили всякий день, где Бог твой? Это больнее всего, когда еще ты и так в скорбях, ты и так сомневаешься здесь в Божьей любви, ты плаваешь, а здесь еще неверующие приходят и подкалывают тебя и говорят, ну что, где твой Бог? Все подобные вопросы, друзья, исходят из совершенно неправильной припосылки жизни с Богом. Смотрите, все эти вопросы подразумевают, что у любящего Бога главная цель нам дать спокойную и легкую жизнь, дать нам здоровье, дать нам богатство, дать нам процветание, и в принципе сделать эту жизнь как можно более приятной и комфортной. Это наше искаженное понимание любви. Ну, по крайней мере, если вы любите ваших детей, я уверен, это то, что вы хотите для них. Вы хотите, чтобы у них была college education, чтобы они не болели, чтобы у них не было скорбей, чтобы жизнь как можно была более гладкой. Это естественно для нас, для людей. Так вот, это нам естественно, но это очень человеческий взгляд на жизнь, друзья. И вы знаете, что даже есть искаженные такие псевдо, я их назову, я осмелюсь назвать их псевдо-христианские движения, движения Евангелия процветания, где проповедники ясно, так вот открыто и говорят, что у Бога цель сделать тебя богатым, у Бога цель сделать тебя здоровым, успешным во всех делах. Если ты христианин, ты не должен болеть, если ты христианин, ты не должен страдать, если страдаешь, значит у тебя не хватает веры и так далее. Так вот, друзья, философия Евангелия, так называемого в кавычках Евангелия благополучия или процветания, это продукт человекоцентричной философии, гуманизма, в которой все сфокусировано на человеке. И вот, к огромному сожалению, эта философия заводит человека часто в тупик. Христианина может завести в тупик. Почему? Потому что он ходит в церковь, в такую псевдохристианскую церковь, где проповедуются здоровье, богатство и успех. Но от жизни то ты никуда не денешься, ты возвращаешься, в воскресенье тебя здесь, как говорится, зарядили энергией, что давай вот будем благословение, просто вот говори словом своим, создавай себе там Мерседеса и все остальное, а потом понедельник приходит и начинаются скорби в жизни. И человек спрашивает и думает, слушай, ну вроде бы я все делаю, вера есть, я уже вроде произношу там все, что нужно, а скорбей все больше и больше становится. Так вот, в итоге такие люди разочаровываются, они обмануты этими проповедниками и больше они никогда даже не хотят слышать о Христе, потому что говорят, ваше христианство не работает. Проблема, друзья, только в том, что в противовес всему тому, что я сейчас объяснил, если вы читаете Библию и читаете ее внимательно, вы никогда не попадетесь на этот крючок, потому что невозможно читать Библию и не заметить то, как всегда, всегда все Божьи люди, начиная с израильского народа, Божьим, Богом избранный народ, и начиная Авраамом, Давидом, пророками, в Новом Завете все апостолы, невозможно заметить, как все герои веры переживали глубочайшие скорби и трудности в своей жизни. Все до одного. Библейское христианство должно иметь очень прочное богословие страданий, друзья, the theology of suffering. Каждый из нас должен ясно понимать и быть готовым к тому, что, став христианином, вы подписались подряд дополнительных скорбей, с которыми вам нужно будет встретиться в жизни, если вы хотите быть верным Богу. Почему так, друзья? Потому что, делая вас христианами, Бог, ваш небесный Отец, начинает вас доброе дело. Филиппинцам 1 глава, 6 стих сказано, что начавший вас доброе дело. Если вы настоящий христианин, не просто прихожанин, не просто религиозный человек, а реально Божье дитё, это означает, что Бог начал в вашем сердце, доброе дело. И там дальше Павел говорит, что начавший вас доброе дело теперь будет его совершать. Это гарантия. Он будет его совершать до каких пор? До тех пор, пока Христос придёт. Христианство это не просто согласие с какими-то доктринами, христианство это объективная работа Бога с вашим сердцем, друзья. И поскольку греховное сердце изменяется, оно взращивается, а вот это доброе дело, которое Бог начал, оно осуществляется только в инкубаторе скорбей. Ну, по-другому наше греховное сердце не учится. Если бы мы не были греховными, можно было бы по-хорошему с нами. Вы, кстати, знаете, друзья, с вашими детьми это. Мне не нужно вас убеждать, что греховное сердце по-другому не понимает. Мне не нравится наказывать своих детей, честно. Это для меня всегда такая скорбь. Я всегда подойду, я обниму, я поцелую и скажу, знаешь, я сейчас должен тебя наказать, это мне так больно, но я должен это сделать. Почему? Потому что твое греховное сердечко должно понять, что за грех есть последствия. И вот то же самое, друзья, Бог делает с нами. Мы сегодня будем смотреть на стихи с евреем, где написано, что Бог, кого любит, того наказывает, Он производит работу с сердцем тех, кого Он любит. А если не производит работу, если вы сегодня находитесь здесь и вы видите грех вашей жизни, и вы видите, что жизнь вообще гладкая, и вы находите эту тему вообще какую-то irrelevant, неактуальную, я бы огромные вопросы задавал по поводу вашего спасения, друзья. Вообще вы дети Божьи или нет? Потому что Божьих детей Бог никогда в грехе не оставит. Он всегда будет с ними работать. Возможно, вы не замечаете его работы, и об этом сегодняшняя проповедь, но в каждом сердце возрожденного человека Бог посылает дополнительные скорби, чтобы совершать работу над его сердцем. Друзья, мы с вами живем очень часто как материалисты. Мы говорим, что мы верим невидимым мир, мы знаем, что есть дьявол, есть Бог, но тогда, когда приходят трудности, когда приходят непонятные ситуации, мы даем им оценку и говорим, ну просто так получилось. Вот просто человек такой попался, просто вот босс такой попался, просто муж такой попался, можно просто дети такие попались. И мы не понимаем, что нет, это не все просто так. Любая ситуация в жизни, друзья, которая проходит фильтр Божьей благодати в нашу жизнь, эта ситуация послана для вас, для того, чтобы вы в ней выросли, чтобы ваше сердце изменилось в этой ситуации. Рассуждая над темой скорбей, переживаний, друзья, я решил приготовить отдельную проповедь. В прошлый раз мы с вами смотрели на наш текст 2 Коринфянам и я увидел, насколько эта тема просто актуальна. Я на этой неделе начал писать уже проповедь на следующий текст с 8 по 11 стих, потом я ее полностью стер и переписал новую проповедь уже в конце недели, потому что я думаю, что нам нужно иметь более точное богословие страданий. Вообще, что Библия в общем говорит о страданиях? Я очень редко проповедую тематические проповеди, я вам признаюсь, это сложно для меня. Я не люблю проповедовать тематически, я обычно беру текст Писания, изучаю его, передаю смысл, но я думаю, что сегодня будет одна из таких тематических проповедей, где мы будем не в одном тексте, будем смотреть на много текст, и из этих текстов мы увидим девять конкретных причин, девять целей, которые Бог преследует, посылая в нашу жизнь различные скорби, испытания. В прошлой проповеди мы посмотрели на одну только цель, тогда, когда Бог, посылая скорби, Он делает нас пригодными для служения другим, сегодня мы посмотрим на все остальные. И моя цель, друзья, я молился о том, чтобы сегодня каждый из нас мог быть внимательным и чтобы вы хотя бы увидели что-то одно, что Бог делает в вашем сердце. Одно из девяти. Может быть, Бог делает все девять вещей в вашем сердце, я не знаю, но чтобы вы посмотрели, что происходит в вашей жизни и вы увидели там Божье действие. Итак, самое первое, я назвал это так, благодаря испытаниям Бог вскрывает то, что у нас находится в сердце. Благодаря испытаниям нашей жизни Бог использует это для того, чтобы показать, что у нас в сердце. Вот Рувим Касаван сегодня уже говорил деткам нашим об этом. Вообще нужно понять, что мы верим в Бога, который испытывает сердца. Писание несколько раз называет Бога испытывающим сердца. Вот я напомню тот текст, который Рувим читал. Посмотрите, Иеремия 17 глава, 9 и 10 стих. Очень интересный текст. Иеремия 17 глава, 9 и 10 стих. Лукаво сердце человеческое. Более всего. Вот подумайте, друзья, просто остановитесь и подумайте. Сколько всего лукавого в мире это? Дьявол очень сильно лукавый. А Бог говорит, сердце человеческое, более всего лукаво. И крайне испорчено. Вы знаете, что такое крайне испорчено? Дальше некуда. Вот как узнать, если я этот микрофон положил на самый край кафедры? Это будет край только тогда, когда я чуть-чуть больше пододвину его, и он уже упадет. То есть, если я могу хоть чуть-чуть его еще дальше на край сдвинуть, он еще не на краю. На краю это тогда, когда дальше уже некуда. Именно такой диагноз Бог дает испорченному сердце человека после грехопадения, друзья. Крайне испорчено, и посмотрите, кто его узнает. Он говорит здесь о человеке, у которого лукавое сердце, он свое сердце толком не может узнать. И потом, посмотрите, 10 стих, я, Господь, проникаю в сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Когда Писание говорит о том, что Бог каждому воздает по пути и по делам, речь идет, друзья, не о том, что кто-то оправдается делами. Речь идет здесь не о спасении, речь идет об осуждении. Особенно здесь, в Иеремии 17 главе, в контексте речь идет о том, что сердце человека крайне испорчено грехом, оно лукаво, лукаво до такой степени, что человек сам себе не может дать оценку, он не может понять, насколько оно греховно. Почему? Потому что для того, чтобы понять свое сердце, друзья, для того, чтобы понять, что у вас внутри происходит, человек должен использовать понятие сердца, он должен использовать анализы этого сердца, ценности этого сердца, а если сердце лукаво, как он может это сделать? Попробуйте узнать ваш вес с поломанными весами Есть observatory, такое место, я помню, в Лос-Анджелесе, где мы жили И там есть весы, которые показывают твой вес на Марсе Мерс, твой вес на Луне И смотрю, сестры очень часто приходят именно к весам, которые на Луне Им нравятся эти весы Так вот, дорогие друзья, вы можете себе придумать весы И которые показывают ваш вес на Луне, но вы-то на Земле находитесь И вы можете убедить себя, что смотри, сколько я потеряла паунт Но это же самообман Но в этом то и суть того, что говорит здесь Бог через Иеремию Он говорит, что человек, анализируя свое сердце У него внутри живет очень предвзятый адвокат Который находит оправдание себе Оно не способно сделать себе точный анализ Вот почему есть множество людей, с которыми ты общаешься на улице и говоришь Тебе нужен Христос, ты грешник Он говорит, не нужен мне Христос Кто сказал, что я грешник? У меня все в порядке, я не такой плохой человек Посмотри, я и там помогаю, и там помогаю А вообще вот Гитлер плохой Гитлер очень плохой А я по сравнению с Гитлером ничего Я как-то уже говорил во вторник, что вот очень интересно Что человек делает, греховный человек, когда он делает себе анализ Он находит самого падшего, потерянного Гитлера И вот с ним сравнивает себя А что делает Писание? Оно находит Христа, самого праведного И вот с ним сравнивает Так вот, друзья, Бог, который проникает до самой глубины сердца Испытывает внутренности Вот его суд будет справедливым Вот именно здесь он говорит, что когда Бог будет судить человека Он воздаст каждому по делам Его суд будет справедливым Здесь речь идет абсолютно не о спасении Никто по делам никогда не спасется В этом то и суть 1 Фессалоникийцам 2.4 Смотрите, как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестия Так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу Какому Богу? Испытывающему сердца наши То, что делает Бог, друзья Он проникает в сердце, Он видит нас насквозь Мы от Него ничего не скроем Но очень часто Бог вскрывает то, что у нас в сердце Не для себя, а для нас Бог знает нас насквозь, как я говорил Но иногда Он хочет через испытания в нашей жизни Познакомить нас с самим собой Потому что наше сердце испорчено И мы думаем, что мы такие хорошие Кстати, даже само слово испытания Вы знаете, иногда с неверующими общаешься и говоришь How's it going? Как у тебя жизнь? И неверующие говорят Oh, going through some trials Я сейчас прохожу испытания в жизни Я спрашиваю, какие испытания? Кто что испытывает? Само слово понятие испытания подразумевает, что Что-то испытывается и кто-то это испытывает Но если ты человек неверующий, ты не веришь, что есть Бог О каких испытаниях идет речь? У тебя просто стечение обстоятельств У тебя просто горе пришло Непонятно откуда, непонятно для чего Но только в христианском мировоззрении, друзья Есть вот это понятие, что скорби – это испытание И в испытаниях испытывается мое сердце Для чего испытывается? Для того, чтобы, во-первых, мне самому познакомиться с собой Посмотрите, в Таразаконии, восьмая глава, второй стих Бог однажды сказал Израилю Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне Вот уже сорок лет Мы знаем эту историю И мы говорим, зачем нужно было все эти сорок лет Посмотрите, здесь ясно сказано, зачем Чтобы смирить тебя Чтобы испытать тебя И узнать, что в сердце твое Это нужно было не Богу Это нужно было людям, народу Самоправедному израильскому народу Второе про Липоменон, 32 глава, 31 стих Только при послах царей Вавилонских Которые прислали к нему спросить о знамении Бывшем на земле Бог его оставил, чтобы испытать его И открыть все, что у него на сердце Друзья, без испытаний жизни Мы можем с вами прийти к такому положению Где мы думаем Я уже достиг великих высот Я такой духовный человек Я имею глубокие познания Я так Евангелие стал глубоко понимать Я Бога познал Может даже с кем-то поспорить о доктринах Мы ищем эти споры Но потом приходит какая-то ситуация банальная в жизни Мы смотрим, я раздражаюсь У меня злость оказывается в ее сердце Мы в сердце мир теряем Вот раньше мы кому угодно могли с пеной во рту Доказать доктрину Божьего суверенитета И сказать, что Бог всем управляет И я тебе докажу, что Бог всем управляет God is sovereign А потом переживания, какие-то пришли в жизнь И смотришь, и спать не можешь ночью И вот все эти знания нужно теперь как-то применять Нужно этим теперь жить И это смиряет, друзья Для чего Бог все это делает? Чтобы спустить нас на землю В других ситуациях скорби Это время, когда я могу обнаружить, что я вообще фальшивый христианин Это тоже, друзья, очень важно Подумайте, вот как познать вообще, что у меня настоящая вера или нет Но только если эта вера будет испытана Я очень часто, когда молодые люди совершают engagement Мы делаем премьерал каунсленд, встречу до брака И они собираются жениться Я всегда спрашиваю, у вас уже были конфликты или нет? И мне так приятно слышать, когда они говорят, да, были Знаете почему? Потому что это означает, что их любовь была уже испытана У них не просто розовые цветочки Они уже немножко познакомились с тем, что это два грешника У которых будут конфликты И они все равно сидят здесь Они прошли эти конфликты И их любовь доказала, что это настоящая любовь По крайней мере, на той точке Возможно, друзья, человек может быть десятки лет в церкви Член церкви И вам удалось обмануть служителей, пастырей, родителей Я ответил на все вопросы Но вот приходит время, когда давление происходит со стороны И я не имею никакой опоры в жизни Я смотрю, и мне Христос становится абсолютно не нужен Я разочаровываюсь в Боге, я злюсь на Бога И вдруг оказывается, что все то, что во время крещения произошло Все то, что во время покаяния произошло Это просто был фальш Была фальш Это просто какие-то религиозные фразы Я выдавал желаемое за действительное Христос об этом предупреждал, друзья Матфея 13 глава, посмотрите Посеянное на каменистых местах Вы помните эту притчу от Сеятеля Означает того, кто слышит слово И смотрите, тот час с радостью принимает его Тот час с радостью принимает его И потом написано в 21 стихе Но не имеет в себе корня и не постоянен Когда настает скорбь или гонение за слово Тот час соблазняется, то есть отпадает Некоторые говорят, ну вот смотрите, он был по-настоящему верующий И потом отпал, да нет В этом то и суть, что он сказал, он по-настоящему верующий А потом скорбь пришла, и он отрекся от Христа В этом то и просто вскрылась фальшивая вера этого человека Вот в этом, друзья, благословение испытаний в жизни Помните, Иаков говорит, с великой радостью принимаете различные испытания Разве вы не хотите узнать, если ваша вера настоящая? Я хочу узнать И со всякой скорбью я, наоборот, всегда радуюсь И я смотрю, что Господь проводит И я выхожу чище Я выхожу более глубоко познающий Бога И это мне дает радость Почему? Потому что я все больше и больше утверждаю, что у меня настоящая вера Ну а если вдруг фальшивая вера Неужели вы не хотите узнать, что она фальшивая? Неужели вы, кто-то хочет всю жизнь проходить в церковь Строите себя христианина И в итоге обнаружить, что он просто играл в христианство? Никто этого не хочет Но испытания то именно для этого и даны нам Для того, чтобы в одной ситуации вскрыть фальшивую веру А в другой ситуации утвердить нас в нашем избрании и спасении Помните ситуацию с Иовом? Очень известная Христос говорит Или Иов говорит Помните, Господь дал, Господь взял А жена рядом говорит Похули Бога и умри Смотрите, какая противоположная реакция Хотя, когда мы читаем историю про Иова Не сказано, что жена была безбожницей Это был религиозный дом Они говорили, что они Бога знают Но вот пришло испытание Иов Господь дал, Господь взял Иов прошел испытание Жена провалила Жена вскрыла, что у нее оказывается фальшивая вера Похули Бога и умри Но знаете, даже Иов Хотя и пошел это испытание В общем смысле Он не отрекся от Бога Но все равно он переживал свои сомнения Там была своя борьба Если вы будете читать всю эту книгу И в итоге он тоже увидел свое сердце Помните, в конце этой книги Он говорит Раньше я только слышал о Боге Оказывается Вот тот уровень познания, который у меня был о Боге Это равносильно тому, что я просто слышал о нем А вот в 42 главе или в 40 главах Он говорит Теперь мои глаза видят Его Бог вскрыл в сердце Иова То, что у него там было Это первая, друзья Цель, которую Бог преследует в испытаниях Он нам самим открывает Что у нас в сердце Второе, посмотрите Благодаря испытаниям Бог открывает или отрывает Наше сердце от привязанности к земным ценностям Благодаря испытаниям Бог отрывает наше сердце От привязанности к земным ценностям Я думаю, многие из вас могут об этом засвидетельствовать Когда начинаются болезни Когда начинаются кризисы жизни Когда приходят скорби Трагедии Смерть Похороны Потери Обыденные вещи жизни Всегда становятся такими незначительными Когда ты всю жизнь вкладывал в бизнес В работу В дом, чтобы построить И потом экономика просто рухнула Пришла война Ты вдруг все теряешь И ты невольно на практике осознаешь Насколько все то, что ты думал Ради этого стоит жизнь Насколько это все просто нестабильно Это просто иллюзия Это становится все очень мелочное И неважное Так вот, благодаря скорбям, друзья Христиане начинают видеть всю свою жизнь Совершенно в других категориях Меняются ценности Меняются приоритеты Меняется фокус жизни Вы знаете, что хотите вы этого или нет Все люди мыслят о своей жизни в категориях Вот вы смотрите на ваш день И вы сразу говорите Вот это нужно обязательно сделать Это нужно сделать, если получится А это вообще, если захочется Понимаете, да? Есть вещи, которые мы говорим Это non-negotiable Это даже не обсуждается Это я сделаю, если время будет А это я сделаю, если побуждение внутреннее будет И вот, когда приходят скорби, друзья Вот те вещи, которые у нас были раньше по желанию Выходят на первый план Мы отрываемся от земных всех ценностей Которые мы говорили, это обязательно И туда приходят настоящие вечные ценности Если вы настоящие христиане Но есть немного другой смысл В котором наше мышление слишком земное Посмотрите, я хочу вам привести пример Евангелие от Иоанна, 6 глава 5 и 6 стих Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему Говорит Филиппу Где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Помните, это история Накормления тысяч людей Там становится такая дилемма Людей очень много И Христос говорит Где нам взять пищу, чтобы их всех накормить? И смотрите, очень интересно 6 стих Говорил же это, испытывая его Ибо сам знал, что хотел сделать Очень интересная деталь Иоанн здесь подчеркивает, что происходит за кулисами И 7 стих Филипп же отвечал ему Им на 200 динариев недовольно будет хлеба Чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу То есть он подразумевает, что у нас нет таких денег Как мы их всех накормим? У него паника Друзья, что конкретно Христос хотел испытать в Филиппе в данном тексте? Филипп должен был сказать Господи, так много людей По-человечески это невозможно Но с нами-то Бог здесь рядом Бог-то может все сделать Поэтому Христос, давай, покажи, яви свою славу Среди нас есть Бог, который может накормить Пятью хлебами и двумя рыбками тысячи людей Для нас это вообще не проблема, Христос Потому что ты здесь находишься Вместо этого, что Филипп делает? Он оценивает ситуацию сугубо по-человечески Он говорит, это невозможно У нас нет ресурсов, чтобы накормить такую толпу людей И нам, друзья, конкретно сказано, что Христос однажды Или сначала он спросил и испытал его сердце Узнал, что у него в сердце Вскрыл его сердце А потом он говорит Я сделаю чудо для того, чтобы показать тебе Что у тебя слишком земное мышление Друзья, когда мы говорим о том, что в скорбях Бог работает с нашим сердцем Вопрос правильного упования Это главное, что Бог хочет нас взрастить Вот посмотрите, как апостол Павел Видел все свои скорби Деяние 20 глава, 23-24 стих Помните ситуация, когда Павел идет уже в Иерусалим Его провожают верующие И там немножко дальше Они вообще ему скажут Павел, не иди Там тебя ждут скорби Там тебя арестуют Там вообще тебя могут убить Павел просто в шоке И смотрит Он говорит, что вы меня уговариваете не идти Я под это подписался Мне это самое главное Я готов даже умереть Мне не важно, скорби будут или нет Я хочу просто исполнить волю Божью в моей жизни Посмотрите, 23-24 стих Только Дух Святой по всем городам свидетельствует Говоря, что узы и скорби ждут меня Но я ни на что не взираю И не дорожу своей жизнью Только бы с радостью совершить поприще мое И служение, которое я принял от Господа Удивительное мышление Проповедать Евангелие благодати Божией Друзья, вот это цель любых испытаний Для того, чтобы мы имели правильный фокус в жизни И не привязывались ко всему тому Что этот мир может нам предложить Вы знаете, что сегодня мы встречаем что-то противоположное Люди часто совершают служение в церкви И потом оставляют его Знаете, по какой причине? It's too stressful Слишком много нервов требует Слишком много времени Мыслей, каких-то жертв Люди говорят, у меня здесь карьера У меня здесь бизнес У меня здесь работа У меня здесь семья У меня столько детей У меня столько работы земной нужно сделать Просто на служение времени нет Так вот, дорогие друзья У Павла противоположный менталитет И он говорит, что Если что-то земное препятствует способности мне совершить Божье дело Которое он поручил мне Мне это земное не нужно Земные скорби, друзья Если мы делаем правильные выводы Они обязательно, обычно помогают нам Отрывать свое сердце от земных вещей И не прилепляться к ним Кстати, друзья, это не означает Что вам теперь нужно оставить работу Карьеру, бизнес, детей, семью Ни в коем случае Детей и семью нельзя оставлять Вам просто нужно научиться Вот все это делать Ровно настолько Насколько оно помогает вам Делать самое главное Это работать на Божье Царство И служить Ему Псалом 61 С 9 по 11 стих Народ, надейтесь на Него во всякое время Изливайте пред Ним сердце ваше Бог нам прибежище Сыны человеческие Посмотрите, только суета Суета слово означает пустота Сыны мужей ложь Если положить их на весы Все они легче пустоты Вы скажете, что может быть легче пустоты? Это просто такая гипербола Ничего не может быть легче пустоты Ты не можешь иметь негатив вес Но это просто показывает Что тут есть пустота А есть просто в теории Что-то легче пустоты Так вот это все в глазах Бога Так выглядит, друзья Не надейтесь на грабительство И не тщеславьтесь хищением Когда богатство умножается Не прилагайте к нему сердце Вот это очень важное предупреждение от Бога Это второе, что Бог помогает нам делать в скорбях Третье, друзья Благодаря испытаниям Бог укрепляет нашу веру И делает нас более стойкими В испытаниях Бог укрепляет нашу веру И делает нас более стойкими Если вы христианин Возможно, вы хотя бы один раз в жизни Спрашивали, Господи Почему у меня такая слабая вера? Но кто из нас не молился? Господи, умножь во мне веру Господи, сделай меня более твердым духовно Головой понимаю А сердце отказывается верить в это Однажды отец одного бесноватого Сказал Христу Господи, верю Но помоги моему неверию Помните? Несколько раз Христос Общается со своими учениками Посылает конкретные штормы в их жизни Скорби Опасные ситуации Помните? Он говорит А ну-ка, переплывем на другую сторону И по дороге случается шторм Все это продумано Он готовил этот шторм И потом он говорит Мало веры Вот смотрите У вас веры не достает Так вот, друзья Не иметь веры И быть слабым в вере Это два разных понятия Если вы можете быть неверующим человеком Это одно Вы не спасенные Но вы можете быть верующим Но вы говорите Господи, верю Но помоги неверию В этой ситуации Помоги моему неверию В этом ситуации Я здесь страдаю Здесь немножко Мне еще нужно больше веры Так вот, друзья Вера взращивается Только благодаря скорбям И испытаниям Может быть Вы перестанете молиться С этого дня О том, чтобы Бог умножал Вашу веру Но я хочу сказать Что если вы молитесь Чтобы Бог умножал Вашу веру Тогда не удивляйтесь Если придут скорби В вашу жизнь Вот у нас огромный парадокс Мы молимся Господи Сделай меня духовно сильнее Бог только начинает Сделать духовно сильнее Мы говорим Господи, пожалуйста Избавь меня от этого И мы думаем Что когда мы молимся О духовной силе Она придет мистически Вот Господи Перед сном помолился Умножь мою веру Утром проснулся Веры на килограммов Пятьдесят больше станут Так не бывает, друзья Писание очень ясно говорит Что Бог-то будет Вас работать Но как с греховным сердцем Работать? Ну не мистикой Только в процессе Правильного перенесения Испытаний Посмотрите Римлянам в пятой главе Сказано Апостол Павел говорит Я хвалюсь скорбями Вот вы когда-то хвалились Скорбями Вот в вашем разговоре С кем-то Попробуйте встретиться И сказать Слушай, у меня В одной этой неделе Такие скорби были классно Похвалитесь Вашими скорбями Мы так не умеем делать Мы обычно это не делаем Почему, друзья? Потому что Мы мало понимаем Вообще суть того Что Бог делает И как Он это делает Вот в Римлянам в пятой главе Смотрите Павел говорит Мы хвалимся И скорбями Почему? Зная, что от скорби Происходит терпение Вот это очень важное В Библии слово Означает стойкость От терпения Производится опытность Здесь тоже перевод Лучше будет как Proven character То есть Proven character Это характер целый Вырабатывается От опытности надежды Вот заметьте, друзья Это очень важный процесс Скорби производят Стойкость Или терпение Аналог этому Это спортзал Спортзал В котором я поднимаю вес Вот чем больше Я поднимаю веса Тем сильнее я становлюсь Это всем нам известно Мы все через это проходили Так же самое, друзья Есть духовно-тренажерный зал Вот в скорби пришли Я в них доверился Богу Вера их прошел Противостоял дьяволу И это то же Что я от груди отжал 150 паунд Духовных 150 паунд Со временем Я могу уже не 150 А 200 отжать Почему? Потому что я занимаюсь В духовном тренажерном зале Идея стойкости, друзья Это именно идея выносливости Когда я могу не сломаться Под тяжестью веса Некоторые уже Молодежь, я знаю Годами занимаются В спортзале И сейчас уже могут Пять раз поднять Там от груди 300 паундов Нет? 250 Значит мало занимаетесь Надо заниматься больше Вот если вы будете Дальше заниматься Однажды вы может Придете к тому Чтобы 250 паундов Вы уже могли Жать от груди Но вы знаете Что пять лет тому назад Вам бы уронили 300 паундов на грудь Эти бы 300 паундов Раздавили вас И это, друзья Удивительная работа Бога Вот 1 Коринфянам 10 глава 13 стих Именно об этом говорит Что вас постигло Искушение Испытание Не иное, как человеческое Верен Бог Который не попустит Вам быть искушаемыми Сверх сил То есть Если Он видит Что вы хлюпенький Вы только уверовали Он не бросит на вас 300 паундов Он не даст вам То испытание Которое Он дал кому-то Которого задавило Если Он вам дал Через что-то проходить Значит вы находитесь В сезоне жизни Если вы уже готовы К этому Бог удостоил вас Пройти эти трудности Так вот От скорби Друзья Выносливость Происходит От выносливости Опытность Или характер целый Это освященный характер Который больше и больше Доверяет Богу На практике Иакова Посмотрите Первая глава Со 2 по 4 стих Братья Когда вы сталкиваетесь С различного рода Испытаниями Считайте это Великой радостью Вы знаете Что испытание Вашей веры Вырабатывает Стойкость Вот оно слово Стойкость Терпение Это новый русский перевод А стойкость Должна Настолько Возрасти В вас Чтобы вы Стали зрелыми И цельными Без всяких Недостатков Вот она Главная цель Господь Больше и больше Вот вы подняли 250 паунтов Он еще Пятерочки Добавил Вы знаете Что любой тренер Я помню Я в хайскул Занимался В тренажерном зале Сейчас уже Забросил это дело Но я помню Любой хороший тренер Он не даст тебе 150 паунтов Чтобы ты До конца жизни Поднимал Он будет тебе Добавлять Двоечки Пятерочки Десяточки И так далее Потому что он хочет Чтобы ты тренировался И ты становился сильнее Так вот друзья Это третья цель испытаний Которая ярко Прослеживается В писании Если вы хотите Духовно расти Без этого никак Без этого никак Четвертое Друзья Благодаря испытаниям Бог помогает нам Больше жаждать Его пришествия Благодаря испытаниям Бог помогает нам Больше жаждать Его пришествия Я немножко касался Этой темы Во вторник Если вы были Мы сейчас изучаем Молитву Очень наш Помните Христос дает Образец молитвы И он говорит Молитесь же так Господи Да придет Царствие Твое Я подчеркивал Что это не просто Какое-то доброе Пожелание сердца Знаете Как мы обычно Друг другу говорим Да будет у тебя Все хорошо Желаю тебе Счастья Богатства И все остальное Нет Это очень Легкомысленные Такие пожелания Вот Они не имеют В себе силы Так вот Когда Христос Говорит Молитесь Да придет Царствие Твое Друзья Это крик Усталой души Которая в скорбях Намного глубже Осознает Что ее надежда Только на пришествие Христа Не на этот мир Этот мир Друзья Я разочарую вас Он лучше не станет Библия нам уже Рассказала Будущее Конечно же Мы молимся Чтобы Господь Продлил еще Время благоденствия Но мы знаем историю Мы знаем будущее Этот мир Будет становиться Все хуже И хуже И хуже И хуже И пик будет В пришествии Антихриста Наша надежда Друзья Не на мировую политику Наша надежда Не на то Что вот-вот Сейчас будут выборы И там Выберут Трампа А не Байдена Не на это Наша надежда Друзья Наконец-то Заживем Вот при Республиканцах Опять Нет Не на то Что сейчас Вот-вот Конгресс Какой-то закон Подпишет И все будет хорошо Наша надежда Друзья Не на то Что вот сейчас Без пяти минут Ядерная война А у нас больше Ядерных запасов Чем у наших врагов Поэтому мы можем Спать спокойно Не на это Наша надежда Друзья Иногда Бог Нам дает скорби Вот ради одной цели Помочь нам Видеть более ясную Конечную Станцию Куда мы все идем На что мы уповаем Посмотрите Павел говорит Опять же В Римлянам пятой главе Хвалимся скорбями От скорби Происходит терпение Но потом Посмотрите От терпения Опытность От опытности Надежда А надежда Не постыжает Божья надежда Которую он нам дает Друзья Имея ее Человек Никогда не разочаруется Это подразумевает Что с детства Мы с вами Живем с надеждой Которая постыжает Каждый человек Рождается В этот мир У него Запрограммирована Грехом Надежда Которая в итоге Его разочарует Обязательно Вот вспомните Сколько вы раз Разочаровывались В жизни Вы что-то планировали Вы что-то вкладывали Вы на что-то надеялись Вы чего-то ожидали Потом все это рухнуло И жить не хочется Очень много людей Сегодня не хотят жить Почему? Потому что во всем Уже успели разочароваться И иногда Друзья В очень раннем возрасте В людях разочаровались В друзьях разочаровались В мужа разочаровались В жене разочаровались В детях разочаровались Я-то надеялся Что мои дети Будут пастырями Ангелами Уже что они уверуют А они все еще Не уверовали И мне жить не хочется Как вы думаете О чем это говорит? В самом себе Я уже разочаровался Много раз Я уже старался Я уже прилагал силы И вот все Все никак Друзья Писание на суть Что единственное Что не даст вам В итоге разочароваться Это если вы будете Смотреть на небо И на то Что Бог вам приготовил Почему? В этом мире Все нестабильно Все меняется Ни на что нельзя Полагаться Друзья Единственное Что стабильно Зафиксировано Богом Это будущее Его пришествия И установление Новой неба И новой земли Вот это Это зафиксировано В будущем Это нельзя поменять Дьявол будет Однажды связан Потом уничтожен Все его враги Вся его программа Будет уничтожена Христос придет Он будет царствовать На этой земле Потом мы придем С ним вместе В вечность Вот это зафиксировано Вот на это Друзья Мы можем Точно рассчитывать Все остальное Что бы это ни было Постыдитесь В итоге Обязательно Постыдитесь Второе Коринфянам 4.16 Посмотрите Посему мы не унываем Вот она Надежда Павла Которая давала ему Не унывать в служении Внешне Нас человек Да он тлеет Но внутренне Обновляется Кратковременно Это легкое страдание Производит В безмерном При избытке Вечную славу Когда мы смотрим Посмотрите Не на видимое А на невидимое Ибо Видимое временно А невидимое вечно Все мы понимаем это Друзья Как минимум В теории Но скорби Помогают нам Почаще смотреть На невидимое И ровно настолько Насколько мы живем Невидимым Ровно настолько Мы не будем унывать И никогда не разочаруемся Первая Петра Вторая глава Сказано Верующий в Него Не постыдится Никогда Это третье Чего Бог достигает В нашей жизни Посылая нам Различные страдания Или это не третье Это четвертая Пятая Пятая Благодаря испытаниям Бог вскрывает То, что мы По-настоящему любим Вот этого Очень часто Не хватает Я думаю В жизни христианина Это искренние оценки Того, что мы На самом деле любим Особенно Во время В современное Когда есть Очень много песен Которые Выражают Любовь к Богу Замечательные песни В которых Очень много слов Что Господи Тебя мы любим Тебе мы поклоняемся Тебя мы прославляем Но на практике Мы осознаем Что не всегда так Есть очень часто Вещи В нашем сердце Которые мы Любим намного Больше Христа Которые мы Ищем намного Больше Христа Ну вот просто Вспомните, друзья Когда вы Последний раз Расстроились Что-то Испортило вам День Вот может быть Сегодня Вы знаете Один минус Имея собрание В 2 часа дня Это то, что До 2 часов Есть очень много Вещей Которые уже Могут испортить Нам настроение Вот Я допускаю Что вы сюда Пришли И у вас было Ужасное утро Уже Дети вас Успели достать Кошка Собака Достала Водители Достали То есть Кстати Слово достать Это очень точное Определение О том Что происходит Все эти обстоятельства Достают из нас Наше настоящее Вот они Вскрывают Они достают Из глубины сердца То, что там находится Некоторые люди говорят Когда я раздражаюсь Я выхожу из себя Я вхожу в себя Если так с ней сказать Потому что Вот это то Кем я являюсь На самом деле Это то, кем я наполнен Чем я наполнен Так вот, друзья Подумайте Почему вы теряете мир в сердце Из-за этого Вот то, что испортило вам день Почему вы теряете мир в сердце Из-за этого Потому что это настолько ценно для вас Что это влияет на ваш внутренний мир Если люди могут манипулировать Вашими чувствами Значит вы слишком сильно Боитесь людей Их мнение о вас Если какие-то материальные вещи Влияют Деньги есть Стабильность есть Все хорошо Мир Только какая-то Нестабильная Сразу тревога Это тоже очень много показывает Что мы на самом деле любим 1 Петра 1 глава Посмотрите С 4 по 8 стих Удивительный текст Новый русский перевод Он дал нам Нетленное Неоскверненное И неувядаемое наследие Оно хранится На небесах для вас То, что зафиксировано В будущем Поэтому радуйтесь Даже если сейчас На какое-то время Вам приходится страдать В различных испытаниях Ведь через такие страдания Доказывается подлинность Вашей веры Помните о чем я говорил Испытание Это возможность Для нас возрадоваться Тому, что Слушай, я прошел его Я не сломался Бог меня утвердил Значит я настоящий Слава Богу Что ценнее золото Подлинность веры Ценнее золота Вот сегодня Как Руим говорил Золото обычно Испытывается огнем Весь мусор уходит На высокой температуре И что в мире Самое дорогое Ну вот это вот Очищенное золото Так он говорит Что испытанная вера Важнее Дороже Чем самое Очищенное золото Почему? Потому что Золото не вечно Чтобы эта вера Вам принесла похвалу Честь и славу Когда явится Иисус Христос Вы не видели его Заметьте 8 стих Но уже любите его И сейчас Не видя его Вы верите в него И радуетесь Неописуемой И славной радостью Я напомню Первое послание Петра Написано беженцам У нас кстати Два послания В Библии Написаны беженцам Послание Якова И первое послание Петра Беженцы Это особая категория людей У нас есть много беженцев Друзья Я думаю Вы найдете Эти два послания Особо близко К вашему сердцу Потому что Беженцы всегда Вынуждены бежать За свою жизнь Они оставляют дома Города Вот эти беженцы Они бежали В разные регионы Римской империи И Петр говорит Да Они потеряли Очень многое Но они продолжают Радоваться И заметьте Что он говорит Он не просто так Подчеркивает Что наследие Нетленное Неоскверненное И неувядаемое Почему? Потому что Они только что Расстались Со всем Что истлевает Ржавеет И в любой момент Его может не стать Их земное имущество Которое они все потеряли И Петр говорит Да вы потеряли Очень многое Но вы продолжаете Радоваться Почему? Потому что Восьмой стих Смотрите Вы Христа полюбили Вы любите Христа И Петр говорит Вы потеряли Многое земное Но Христа То вы не потеряли Помните Мы поем песню Что Я имею Христа Что может у меня Его отнять? И он говорит Вы скоро его увидите Вы его сейчас не видите Но вы уже любите И скоро его увидите И это приносит им радость Удивительно Друзья Почему в скорбях Мы так часто теряем радость Потому что в скорбях Мы обычно что-то теряем Мы теряем Удобство Здоровье Людей Теряем то На что мы надеялись На протяжении многих лет Если это все Друзья Заставляет нас Терять смысл жизни Это значит Что вы Любите больше всего Вот эти вещи Вы их Ваша идентичность Но если вы любите Христа Больше В любом Контексте жизни Друзья В любой ситуации Жизни Вы должны Напоминать себе Зато у меня есть Христос А Христа у меня Никто никогда не заберет И испытания в жизни Нужны нам Друзья Для того Чтобы сделать для нас Вот этот ясный анализ Что мы По-настоящему Любим Это пятое Шестое Шестое Благодаря испытаниям Бог ведет нас К святости Благодаря испытаниям Бог ведет нас К практической святости Бог не освобождает Своих детей От скорбей И трудностей Потому что Ему не безразлично Как я уже говорил Наше сердце Которое Должно стремиться К святости Благодаря испытаниям Бог учит нас Послушанию Я напомню Еще один текст Очень важный Евреям 12 глава 6 стиха Посмотрите Ибо Господь Кого любит Того наказывает Такие жесткие слова Он говорит Бьет Всякого сына Которого принимаю Если вы терпите Наказание То Бог поступает С вами Как сынами Ибо есть ли Какой сын Которого бы Не наказывал отец Если же Остаетесь без наказания Это то, что я раньше говорил Что если в вашей жизни Вы не видите Божьей работы С вашим сердцем И живете в грехе Это серьезное основание Задуматься Кто Ваш Отец Потому что если Бог Отец Здесь написано Он будет воспитывать вас И возможно Он воспитывает Вы просто Слепы к этому Вы просто не видите Что происходит вокруг Вы не видите Что за этим всем стоит Если вы остаетесь без наказания Тогда вы незаконные дети Что это означает Вы просто Незаконно вошли Вы не настоящие дети Вы просто Претендуете на то Что вы дети Притом Если мы Будучи наказываемые Плотскими родителями Нашими Боялись Их То не гораждали Больше Должны покориться Отцу Духов Чтобы жить Те наказывали Плотские родители По своему произволу Для немногих дней Обычно Детей взращиваешь Это только На эту жизнь Мы их учим Вежливостью Мы учим их Здороваться Мы учим их Уступать И так далее Но это только На эту жизнь Но этот Отец Небесный С большой буквы Сей Для пользы Нас наказывает Чтобы мы Имели участие Посмотрите В святости его Вот она цель Божья Один из стих Конечно же Всякое наказание В настоящее время Кажется нерадостью Когда вы наказываете Вашего ребенка Будет ненормально Если он будет Смеяться И говорить Как классно Мои дети Это иногда делают И мне это очень не нравится Потому что Они превращают Наказание Просто как бы В такое В посмешище И если вы родители Вы знаете Что иногда Вы просто не знаете Что уже с ним делать Когда дети Начинают просто смеяться Ты чем больше наказываешь Они просто смеются Это ненормально Это нормально Что всякое наказание В наше время В настоящее время Кажется печалью Но после Наученным через него Доставляет Мирный плод Праведность Так вот Друзья Дополнительные скорби Заметьте Это дополнительные скорби Это не просто Жизнь Это то Что конкретно Бог посылает Для воспитания вас Дополнительные скорби В жизни христианина Это свидетельство того Что у вас есть Настоящий небесный отец Которому не безразлична Ваша душа Обычно Люди Видят все наоборот И говорят Бог меня не любит Бог меня оставил Согласно этому тексту Наоборот Все Все полностью наоборот Многие друзья Видят Божье наказание Кстати Вот наш русский перевод Здесь Это 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 хороший перевод Греческого слова Я просто думаю Что наверное Точнее было бы перевести Не как наказание А как воспитание Вот есть разница Между английским словом Discipline И punishment Очень часто Когда Бог Что-то посылает В нашу жизнь Мы думаем Это какая-то кара Знаете Бог просто покарал меня За то Что я кого-то обманул Нечестиво С кем-то поступил Возможно Сейчас вы в возрасте И вы думаете За что же мне Такие страдания И вы начинаете вспоминать Наверное Это за то Что когда мне было 12 лет Я мальчика того обидел И вот Бог меня просто карает сейчас Или вот наверное Когда мне было 20 лет Я помню Я девочку обидел какую-то Или так поступил Того обманул И вот сейчас Уже 20 лет спустя Это только догоняет меня И Бог просто меня хочет наказать Друзья Безусловно Наши согрешения в прошлом Неразумные решения всякие Имеют последствия Но смысл этих последствий Не просто чтобы покарать вас Чтобы наказать вас Чтобы палкой вам дать Не в этом смысл Смысл в том Чтобы вы поняли Что так поступать нельзя Дисциплины и панишмент Это очень разное понятие Воспитание И просто сугубое наказание Имеют абсолютно разные цели Вы знаете, что в аду Будет не воспитание В аду будет наказание Возмездие за грех Смерть И все грешники Кто не во Христе Они будут вечно Не воспитываться в аду Некоторые думают Что они будут воспитываться И после тысяч лет Они пройдут через чистилище Покаются Нет, друзья В аду уже все Там решить ничего нельзя Вот там будет просто наказание Но в этой жизни Это воспитательная работа Любящей руки нашего Небесного Отца Смысл в том Чтобы поменять наше мышление Поменять наше сердце Поменять образ жизни Потому что Бог Любит нас, друзья И Бог будет продолжать Продолжать воспитывать вас До тех пор Пока Он не увидит Что вы усвоили урок И вы проявили Вот этот плод праведности О котором Он говорит здесь Плод святости Псалом 31 Посмотрите 9 стих Не будь как конь Мы скажем Как-то грубо Поймите идею здесь Не будь как лошак Несмысленный Он говорит Которых челюсти Нужно обуздывать Уздуя и удилами Чтобы они покорялись тебе Много скорбей нечестивому А уповающего на Господа Окружает милость Друзья Некоторые христиане Могли бы испытать Или избежать Очень много Ненужных страданий Если бы они быстрее Усваивали урок Божий Если бы они быстрее Выводы делали И приносили Этот плод праведности Сколько раз У человека Скорби Он бежит к Богу И говорит Нужно читать Библию Нужно с Богом Отношения строить Нужно в церкви здесь быть Так Нужно за голову браться Только Бог успокоил Он опять Надо это 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 В собрании не видно С женой Не проводит Пастырскую работу Ну это если мы говорим О муже И расслабляется Что он должен сделать Любящий отец Опять Скорб послать И человек опять Так Нужно за голову браться Нужно 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 Потом опять Только все Стабилизировалось Опять Расслабился И вот что Бог И этот цикл Друзья Вот чем быстрее Такой муж В данной ситуации Поймет Что мне нужен Христос Я должен им жить Я должен Его любить Я должен с ним Время проводить Я должен вести Свою жену Я должен заниматься Пастурством Со своими детьми Вот чем быстрее Этот муж поймет Тем меньше у него Будет скорбей Вот этого характера Потому что он не будет как конь И лошак несмысленный Извините Это не мои слова Так говорит Псалом Вот Я это в себе вижу Друзья Есть вещи Которые я Вот делаю анализы Думаю Слушай Господь это уже пытается Во мне взрастить Десять лет А я как лошак Несмысленный Вот понял бы я это Десять лет тому назад Избежал бы Много бы скорбей Смотрите Псалом Сто восемнадцатый Шестьдесят седьмой стих Прежде страдания моего Я блуждал Я был потерян А вот ныне После страдания Слово твое храню Полюбил Божье слово И дай нам Бог Друзья Чтобы страдания Вот действительно Вели нас Практической святостью Чтобы мы усваивали Уроки Которые Бог нам преподает Рувим опять же Детям сегодня говорил Они на группе размышляли Любые ли страдания Приводят к святости Нет Только те Через которые мы учимся Помните Так и написано В послании к евреям Наученным через него Потом Предоставляет плод святости Если не учимся Вы потеряетесь в цикле Друзья Грешу каюсь Каюсь и грешу Как это было С израильским народом Седьмая цель Которую Бог преследует Две последние Мы очень быстро пройдем Вот еще одна такая На которой мы остановимся Благодаря испытаниям Бог дает нам возможность По-особому приблизиться к Нему Посмотрите Во время скорби Друзья У вас есть возможность По-особому пережить Близость и благость Божью Вот Вы никогда не почувствуете Вкус Божьей благодати Если вы никогда Не были в особой нужде Вот Помните Первая Петра Вторая глава Петр говорит Полюбите Чистое словесное молоко Потому что вы вкусили Как благ Господь Есть Один псалом Где Давид говорит Вкусите Познайте Как благ Господь И он там говорит Как он познал Лично Прочувствовал Божью благость Вы знаете Друзья Вот в этом Проблемы С сегодняшнего поколения В Америке Мы поколение верующих Которое самое богатое Во всей истории христианства Никогда В истории христианства Не было верующих Поколение верующих людей Которые имели Так много материальных средств И благ как мы имеем сегодня Никогда Раньше И вот почему Мы не переживаем Никакого вибида Голода Мы не переживаем Бедноты И вот почему Нам сложно Очень часто Даже оценить Ту пищу Которую мы имеем На столе Обилие одежды Домов Которые у нас есть Но в то же самое время Вы знаете Что мы переживаем Огромный голод И бедноту Духовную Так много сегодня Людей в этом изобилии Страдают от Внутренней пустоты Они ищут радости В вещах Дети в подростковом возрасте Уже в 14-15 лет Говорят My life is so hard У них родители У них вообще Не забот Не хлопот А дети Самоубийство совершают Из-за депрессии Почему друзья Потому что В этом Изобилии Они создали себе Пустоту Вакуум внутри И На этот вакуум Никто так и не ответил Кто-то их Обидел Кто-то не уделил Внимания И этот вакуум Сразу дает о себе знать Это время Друзья Для того Чтобы воззвать к Богу И дать Ему Заполнить этот вакуум Посмотрите Матфея 11 глава 28 стих Христос говорит Придите ко мне Все труждающиеся Обремененные Обремененные Это у которых На плечах Вес очень тяжелый Лежит И он говорит Я успокою вас Вот возьмите Иго моё на себя Научитесь от меня Ибо я короток И смирён сердцем И потом найдёте Покой душам вашим Вы знаете друзья Что для того Чтобы понуждаться в Боге Сначала нужно почувствовать Усталость И обременённость Я знаю что многие из нас Её чувствуют Я знаю что мы часто Приходим домой И говорим Слушай я уже устал так жить Но вот парадокс в том Что ко Христу Мы так и не хотим обратиться По настоящему Не просто один день И не два дня Я сейчас не говорю О поверхностном Когда Господи Помоги Возврати мне работу Возврати мне семью Возврати мне детей Возврати мне там Церковь Или какие-то вопросы Там ещё Нет друзья Не ради этого всего А Господи Я в Тебе нуждаюсь Потому что Ты мне нужен Вот независимо От всех скорбей И если вы ради Господа Обратитесь к Господу Тогда даже Когда Он и решит Ваши все проблемы Вы всё равно будете Продолжать В Нём нуждаться Мне очень нравятся слова В Исаии 40 главе Смотрите 29 стих Он утомлённому Даёт силу И изнемогшему Даёт крепость Друзья Кому Бог даёт силу? Утомлённому Кому Он даёт крепость Изнемогшему Вы думаете Почему мне Бог Всё-таки Я вот молюсь о силе А Бог мне силу не даёт Может быть Вы ещё не утомлённы? Может быть Вы ведёте себя Так как будто Вы не утомлённы? Может быть Вы ещё до конца Не изнемогли И вам нужно Прийти полный тупик И просто Чтобы Бог Сокрушил Ваше сердце И вот тогда Включится Божья сила Я допускаю Что в жизни Многих Именно этой точки Ещё не произошло Потому что Человек Как бы нуждается В Боге Но он ещё Не живёт там Он одной ногой Вроде в Боге Нуждается Одной ногой Пытается сохранить Свой греховный Образ жизни Друзья Нам нужны скорби Чтобы сделать нас Утомлёнными И изнемогшими Пока мы не станем Такие Мы будем грести Своими силами Своими руками Будем хвататься За все возможные Человеческие Земные надежды За ложные Дырявые Спасительные круги Спасательные круги Восьмое Друзья Восьмое Благодаря испытаниям Бог готовит нас К служению людям Об этом мы говорили В прошлой проповеди Я сегодня Об этом уже говорить не буду Если вы не слышали Эту проповедь Пожалуйста Прослушайте Целую проповедь Мы этому посвятили Я только прочитаю Третий и четвёртый стих Посмотрите Благословен Бог Это 2 Коринфянам 1 глава 3-4 стих Благословен Бог И Отец Господа нашего Иисуса Христа Отец Милосердия Бог всякого утешения Утешающий нас Во всякой скорби нашей Для чего? Чтобы сделать нас Способными Утешать Находящимся Находящихся Во всякой скорби Тем утешением Которым Бог Сам утешает нас Я говорил в прошлый раз Что только пройдя Через опыт скорбей И испытав Божье утешение Мы можем Стать пригодными Чтобы потом Служить людям Другим И вот откуда Ещё берутся Дополнительные скорби В жизни христианина Потому что цель Бога Опять же Не дать вам Комфортную Мягкую Удобную Жить Жизнь И чтобы потом Вас просто В земле закопали Не для этого Бог вам жизнь дал Бог вам дал жить Для того Чтобы вы могли Служить Божьей Церкви А для того Чтобы служить Божьей Церкви Нужно понимать Людей со скорбями И вот почему Вам нужно Пройти скорби Чтобы приготовиться На это служение Это своего рода Университет Как я говорил в прошлый раз Вы на него не записывались Но он идёт Как часть пакета Пакета Жизни со Христом Спасения Последнее Девятое Благодаря испытаниям Бог являет нас Свою силу И славу Об этом Наш следующий текст О котором мы будем Говорить в следующее Не в следующее воскресенье В следующее воскресенье У нас будет Хлебопрономление Но после этого Мы будем изучать Детально изучать С 8 по 11 стих Я только прочитаю его Чтобы мы ознакомились с ним И мы на этом будем заканчиваться С 8 стиха Ибо мы не хотим Оставить вас, братья В неведении О скорби нашей Бывшей с нами в Асии Потому что мы Оттягчены были Чрезмерно И сверх сил Так что не надеялись Остаться в живых Друзья Вот она точка Утомлённому Даёт силу И изнемогшему Дарует крепость Павел говорит Бог нас He pushed us to the limit Он просто Ну все соки У нас уже были выжжены Мы уже Смертный приговор Себе делали Смотрите Многие возблагодарили за нас Мы на этот текст Будем смотреть В следующей проповеди Как Бог являет В скорбях Свою силу Свою слабость В нашей немощи Сейчас, друзья Я хочу вас пригласить Помолиться Как мы это обычно делаем Как я уже говорил Если вы увидели Хотя бы Можно, пожалуйста, Слайд Вот где все эти Девять целей Если вы хотя бы Увидели Вот одно Что Бог делает В вашей жизни Ну самый первый шаг Как это осознайте Это Примите это Как от Бога И попросите Чтобы Он Провел вас Через это Если, возможно Бог сейчас Все девять Эти делает В вашей жизни Тогда у вас есть Тем более О чем поговорить С Богом Давайте мы сейчас Друзья Преклоним наши колени Я хочу вам дать Буквально несколько Секунд Или минут Помолиться Лично с Богом Рассказать Ему То, что у вас на сердце Потом я помолюсь В конце Аминь 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 Отец наш небесный Господи Любящий наш Бог Отец милосердия Бог всякого утешения Мы обращаемся К Тебе Господи Благодарим Тебя За то, что Ты Любишь нас Достаточно Чтобы Не оставлять нас В наших грехах В нашей незрелости Что Тебе Небезразлична Душа наша И мы знаем Господь Что единственный путь Как преображать Наше сердце Это через испытания Нам их Порой Нам они не нравятся Мы Очень много Робщим в них Господи Но это Твоя работа Которая должна Взрастить нас В стойкость Зрелость Господи Помоги Чтобы мы Каждый из нас Никто не разочаровался В Тебе Во время испытаний Чтобы через 10 20, 20, 30 лет Мы посмотрели назад На этот день И посмотрели И воздали Тебе славу Вспомни о том Где мы были И где мы оказались Благодаря тому Что мы приняли Просто эти обстоятельства Сезон в жизни И мы Проходили его Вместе с Тобою Фокусируясь На главном Господь Пускай через это Мы будем Более годными На служение другим На то Чтобы утешать Потом других Находящихся в скорби Чтобы мы Более ясно Видели в этих обстоятельствах Твою силу Твою славу Господи Ты очень часто Доводишь нас До предела Выжимаешь из нас Все наши Соки Все Просто сокрушаешь Господь нас Чтобы мы уже Не надеялись На себя Господь И это берет время Прости нас Что очень часто Мы как этот кони Как лошак Несмысленный Который Просто использует Тебя Чтобы решить Какие-то проблемы И потом опять Оставляет Господь Просим Тебя Помоги нам Понуждаться Не просто в Твоих Дарах А в Тебе Чтобы мы поняли Что Ты нам нужен Неважно Много у нас проблем Мало Хорошо все идет Или плохо Господи Дай нам стабильную Стабильную Духовную жизнь Близости с Тобою Независимо от обстоятельств Благослови нас Господи Церковь нашу Благослови Чтобы Нас знали Как людей Которые Переживают Эту близость с Тобою Чтобы Ты у нас был На языке Чтобы Ты у нас был В сердце Благослови нас Господь Нуждаемся в Тебе Действуй в нас Господь Перед нами Это неделя Помоги Чтобы Мы сейчас пошли С этого места И Ясно понимали Для чего мы живем И видели ясно Эту цель Благослови Господь Все доверяем Тебе Веряем в Твои руки Наши жизни Наши семьи Слава Тебе за все Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!